У нас, когда вот отопление идет, трубы все ржавчины такие, а кто будет это ремонтировать? Ладно, в квартире жильцы будут делать. Вот такие вот проблемы. Спасибо. По дороге всего Кирова, там знаки для запрета больших грузов на ось есть? 8 тонн в начале ключевого оттуда, далее нигде ничего нет. Я прошу, не следуйте, дорожному полиции дайте поручение, если там надо будет предписание, мы готовы за счет местной исполнительности изготовить эти знаки, поставить. Там может быть все-таки понятно, там есть транспортный контроль, он должен контролировать. Конечно, не скажу, что каждый раз там будет стоять от начала ключевого или вдоль трассы с Аккирова, но все-таки, по крайней мере, попросить где-то проводить, будем так говорить, нечастливый, но может быть. Какие-то комплексные рейды, мероприятия, мы можем выйти. Ну, я так думаю, мы все знаем, кто здесь поедет в дорогу на основу, чей транспорт, например. Хотя, на убеждение вопроса от 2 класса можно же провести. Вот сделайте, полиция сделает нам предписание, а мы, вы должны обеспечить установку знаков. На это, я так думаю, с листа бюджета поселка Кушмуру найдутся. Нет, тогда, Дедак Сабаргалевич, это все-таки районная дорога, понятно, это тогда по линии жилищно-коммунного хозяйства. Здесь давайте разгрузим поселок и поставьте вот эти знаки для больших грудных машин. Хорошо? Балансово предназначено, это разве не красует? Нет, это наша дорога. По, здесь, по жарчине, по трубам, это, здесь, это, ваш вопрос? Нет, никто не говорит там внутри дома. Я думаю, по разводящим, по разводящим сетям я не имею в виду. Что? По домам, по домам. Нет, я знаю, до границы дома, это ваша часть. От границы дома, внутри, вот, разводящие сети, это уже дома водительцы с вами должны сказать. Да, 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 это все они заслуживают. Ну, правильно, разводящие сети, что понимание дома, например, четкое разводящие, мы же внутри дома не можем зайти. Да, это, если я понимал, если это, будем так говорить, пенсионер, если человек, который, ну, некому больше помочь, мы тогда, по крайней мере, можем где-то трубу заменить, где-то какую-то там задвижку поставить. Это просто, будем так говорить, в лице помощи. А так, если это полноценная семья, правильно разъясните ситуацию, чтобы люди понимали, что делается за счет государства, что делается за счет самих домовладельцев. Все, что находится в доме и в подвалах, это за счет домовладельца сделается, а все, что с мороженого, это обслуживает ВКП Кушморновская ТЭК. По трассе можно? Я житель Кушморнов, я живу возле Акимата, мне просто неприятно, там проходить в лужу, вот так стоит, машины подъехать не могут, уже нашим Ким Сан там за это, там натаскал этот бывший Асвак, накидал, засыпал, там надо сделать, значит, отвод какой-то, но там целое море. Было это лет пять назад, там гуси плавают. Приезжал Аким, может быть, вы были, может, кто-то, и там гуси плавают. Там разгон дали хозяину этих гусей, потому что действительно куда-нибудь можно, ничего не купаться. Конечно, я пеняю тоже и на полгода, что она не дает, там урожая, да? А, и то, что сейчас здесь лужи стоят из-за полгода, но с этим надо что-то делать, потому что грязь такая, не пройти никакимательные подъемки. Это вообще, и все, у меня вопрос закончен. Можете пояснить? Да, возле Акимата мы поцепку из Шепни сделали, но за Акиматом есть магазин Иволга, вот наш, мы написали предписание хозяину этого магазина, что прилегающие территории, она навела порядок. Но пока результатов нету, мы будем работать. Конечно, там когда-то проводили то ли водопровод, то ли отопление, асфальт остался незакрытым. И там Низино. В дальнейшем мы будем предусматривать средства, чтобы перекрыть вот на этом месте, напротив магазина, территорию асфальта. Там есть асфальт, но когда мы строили дорогу по Ленина и по Серикову, он оказался ниже уровня. Сейчас там скапливается вода. Поэтому будем на будущем предусматривать. Там просто где-то взять асфальт у нас нет возможности, закрыть тоже. Но по мере возможности мы делаем. Хотелось бы, конечно, чтобы индивидуальный предприниматель тоже возле магазина, на велопорядок, там оказалось содействие. Ну, в дальнейшем будем с ней работать, чтобы она тоже помогла нам. Акимата, Акиматовская территория. Акиматовская территория. Да, да. Акимат Павлович, я так думаю, здесь этот вопрос, если, например, вблизи Акимата, понятно, там никто не говорит, что премьер, возле Акимата все зашло на асфальт, но это в рамках благоустройства же можно сделать, здесь не строится дорога. Это не, будем так говорить, не сели деликам, в рамках благоустройства можно деньги заложить, в принципе, где-то рассчитать. Я не говорю, что, я не буду делать за счет районного бюджета, как и за счет других источников бюджета, ну, есть бюджета, да, подъезды магазинам, возле подъезда территории. Этого делать не буду. Но в местах общественного производства, по крайней мере, где-то, 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 в рамках благоустройства посмотреть. Заважите, если, например, там стоит банкомат, и люди приходят получать или вкладывать деньги, если это, где-то, например, возле акената, благоустройной территории, я знаю, там, какая яма, где все-таки люди приходят, там, СОР находится у вас по грани, так же? Да. В рамках благоустройства, да, посмотрите, осметьте, где расправличе. В рамках благоустройства посмотрите, где-то специалистов, может, подскажете, которые могут, например, взять. Ну, а работу с предпринимателем, которые, например, в своей прилегающей территории должны делать за счет собственных средств, я так думаю, здесь отдел предпринимателем тоже с ними должен поработать, по крайней мере, никого заставить не можем, но есть принятые нормы по благоустройству. Если так, конечно же, я так думаю, никто не намерит здесь какие-то карательные меры принимать. штрафа, балк-то где-то, зачем? В одном посылке живем, столько лет с одизайном работаем, и кто-то... Ну, если просто будем, так говорить, на упреждение, человек или предприниматель не реагирует, и это его бизнес, я так думаю, сейчас очень люди избирательно подходят, даже те магазины, например, да, где, если, например, хорошая дорожка продолжена, магазин покрашен, опрятно выглядит, и внутри, например, полки, будем, так говоря, соответствовать на сегодняшний день. Ну, к культуре торговли, я так думаю, и человеку приятно будет, и самоупредприниматели, буквально, будем так говорить, доработают в данном объекте. Ну, давайте вот эту работу совместно проводим. Здесь я прошу помощи, конечно же, местных общественных деятелей, активистов всего, в этом правильно случают. Почему, например, я вот, реанактор газеты «Ауни-Коль» здесь присутствует, чем-то, Блаза Хаджи. Пожалуйста, я данное поручение посылаю «Ауни-Коль» Жидан по всем остальным населенным пунктам. Почему мы только должны показывать где-то изъяны, которые где-то может быть со стороны нас здесь запускают в этом моменте, например, где-то нарекают крифика со стороны населения. А почему мы не показываем те разбитые магазины, буквально были, с 90-х годов оставшиеся, до сих пор, например, ни одной единой гвоздями не прибиты. Нет нормального палисадика, ни одного цветочка, ни одного росточка не посажено за столько лет. Ну почему мы так разбитые так к этому магазину не трущие поручни, которые пенсионеры просто не могут так голым железом хвататься с зимой, например, подниматься по этим лестницам. Давайте писать про это тоже. А вот по благоустройству, посмотрите, за я проще говоря не скажу, но, по крайней мере, вот возле Акимака, к ЦОМу, к банкомату, по крайней мере, озвучьте, осмейте, я готов поддержать. Там же Народный банк, почему он для себя не... А просто так, Иван Иванович, я готов, я поддерживаю здесь вас, и Народный банк, давайте руководствуем области Народного банка. Иван Иванович, например, он очень такой человек, который относится к своим, будем так говорить, филиалам с большим креплением. Да, вот, вот, правильно. Аспар Батыханович, запишите письмо. Да. Вот филиал Народного банка у нас в районе уже есть, филиал областного Народного банка, Иван Иванович, мы хорошо знаем, депутат Наслихака областного. Поэтому здесь, я так думаю, наше обращение, поддерживаемся письмом, например, от местной общественности, фотографии показываем, потом, например, состояние находится. Я так думаю, Народного банка ему копейки. Видимо, определенные средства для два гаража, данные прилегающие к его территории, я не прошу там территорию активов его сделать. И мы не найдем. Давайте, если такие хорошие провозили, вы давайте, я всегда готов поддержать. Все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Руслан Кратач, приятно Вас видеть снова. Я уже здесь работаю 20 лет врачом. Когда я начинала работу, у нас единицы детей были инвалиды. Сейчас, сами знаете, во всем мире идет рост аутиста, детей с ДЦП. Большая просьба наших родителей, у кого эти детки, потому что у нас 20 детей инвалидов, и не только 5 с сахарным диабетом, остальное это ДЦП и аутизм. Чтобы или коррекционный кабинет здесь открыть на базе одной из образовательных школ, детских садов, где это удобно. Тем более будет открываться новая школа. Или, по крайней мере, чтобы аутизминский по графику коррекционный кабинет выезжал. Жители обращаются. Потому что это мы контролируем только тех, кто стоит на инвалидности. А сколько у нас детей в школах учатся, которые отстают от своих сверстников, и которые должны заниматься с коррекционниками. Вот такая просьба. Да. Спасибо. Здесь, господин Павлович, пожалуйста, Катя Михайловна, пожалуйста, выиграем образование. Здравствуйте, уважаемые предприятия. Веселка Кушмурун. Нами по делам образования подана впечатленная заявка на 2024 группа. Год об открытии кабинета инклюзии при Кушмурунских школах. При положительном решении данной поддержания этой предприятий заявки мы планируем на 2024 год кабинет инклюзии при одной из организаций обследования открыть. А здесь кабинеты где-то потом там же дети должны заниматься, там же специально оборудование должны быть, специалисты должны быть. Ну да, штатки, да. Кабинеты вблизи полностью мы в этом году открыли селя Макаргань на 8,5 миллионов тенге полностью с оборудованием и дополнительно выделили штатные единицы. То есть так же при открытии, при выделении денег такой же кабинет инклюзии планируем открыть в Кушмуруне. И штат там будет. У нас в штате уже имеются логопеды и при школах, и при детских садах. Но там уже будут методист, дефектолог, больно-юзкие специалисты. То есть, то есть, мне нужно ваше четкое дар, потому что я, если бы бюджет отдела образования был бы районным бюджетом, я бы сказал за вас. Вы, как говорится, являетесь областной структурой управления образованием. На 24-й год наши земляки с Кушмуруна могут надеяться наши родители, что там кабинет открыли. Вы скажите четкое дар вокруг около Геннады. То есть, конкретно стоят на 24-й год в планах нету. Что? Так. Вне плановой какие-то показатели бывают? Да, да. Вне плановой мы просим, чтобы нам документы. Давайте так. Я здесь в этом вопросе подключусь. Цена вопроса 80,5 миллионов тенге для открытия. Обещение здесь администрация школы все полностью предоставит. Так? Да, найдем помещение. Давайте так. Совместными усилиями, все-таки Алмана и Алмана тоже в управлении образования попросим. Это все-таки дети нуждающиеся. Будем так говорить, во внимание. И родители, к сожалению, ну, это испытание. Это надо, я так думаю, тоже здесь помочь. Дети все-таки нуждаются в этом. Они ничего не виноваты. И родители тоже. Поэтому давайте так. Цена 8,5 миллиона тенге, я так думаю, для открытия коррекционного центра, филиала, будем так говорить. Это не такая большая проблема. Если вы сделаете, не мне будут говорить спасибо вам. Поэтому, как на дело образования, надо все-таки брать на себя ответственность, говорить им надо да. И это надо делать. Хорошо? Давайте, я не скажу, что она, вот прямо, мы законодательно сейчас утвердим это. Но я попытаюсь приложить все усилия, чтобы этот центр был открыт. Хорошо? Спасибо. А можно не отпускайте, пожалуйста, а судьба старой школы? Вот пока, какая судьба старой школы? Что? Планы на нее? Школа номер один, 28-й. Планируется до 1 сентября до 4 года строительство комфортной школы. Это знаю. Здание старой школы стоит у нас на балансе. Ваша зданная школа будет решена. Пока ничего не решена. Давайте так, уважаемые зрители, я вот прошу здесь вот все-таки, мы же понимаем, понятно, никто самоцель такой не ставит, что это здание разрушить там, или где-то там, демонтировать, и так там, много еще баловадов это и поселки, и в остальных, и в нашем районе, в области целых стран. поэтому, вот ваше видение, что бы вы хотели, предположим, какая-то там, ну, что бы оно было полезно. Можно было часть школы с той там, переносить, начальные классы. С первого по четвертый класс перевести сюда. Тем более, здесь спорткомплекс, спортивный зал, построили 83-й, это было, я сам не выучил. Ну, вольтес и вас. Рост технографирования, ПТУ какое-то небольшое дело. Нет, начальные классы. Я просто, почему это, когда, ну, комфортная школа располагает, чтобы наши дети от предшколы, от первого класса до одиннадцатого обучались в нормальных условиях. Я так думаю, это неправильно, то есть начальник, валася разместим там, и надо понимать, моем понимании, особенно учителя, но отец всегда говорит, воспитание должно быть в семье, а начальное воспитание должно быть, уже кообразовательный процесс, должно начинаться дошкольных образований в ясных садах, детских садах. Мы почему-то эти детские сады не так тоже сильно воспринимаем, а не нам кажется, что это так там, дети. Там надо, чтобы родители разговаривают на восемь часов, чтобы дети, по крайней мере, воспитатели, коллеги, коллеги, там обожили стать, а там уже начинается. Поэтому начальник, я так думаю, они должны получать нормальные условия, хорошие условия, хорошее, я так думаю, образование, а все-таки, давайте так, этот вопрос, я еще раз говорю, ни у управления образованием, ни районная тема, никакой самоцеление не ставит, чтобы это здание просто пустовало, как говорится, пустующее здание, знаете, руку приложили другу, где-то зеркало, где-то кто-то окно, кто-то деревь, и по кусочкам все разнесет. Поэтому давайте так, я сделаю от вас предложение, вот эти вопросы, то, что по нашему, я так думаю, это сразу надо снять, вопросы по дополнительному, по тех образованию, например, ну я так думаю, здесь, 50, не помню, километров, стоит наш сельхозяйственный колледж, также направлен на обучение тех же механизаторов, операторов, тех же кладчиков, которые связаны с строительными, работали, там много филиалов, я так думаю, это будет просто экономическое нецелесообразное, надо ищет назвать своими именами. Нового предложения не будет, я вас только послушаю. У вас хватает. Я хочу предложить школу творчества, актеры. Хорошо. Вот это вот правильно. Нет, просто в соседней школе 650 человек, и они в две смены занимаются, понимаете, там только пятых классов, пять или шесть даже. Вот в чем дело, чтобы ее разгрузить. Понимаете? Нет, это вооружаемые жители, насколько я говорю, именно если взять в сфере образования, в Кушмуруне не хватает центра дополнительного образования. Да, если бы, например, открыть центр дополнительного образования, я до 100 детей. Вот это было бы... Клуб пустой. Хорошо. Хорошо. Давайте так. Поэтому пока период строительства идет, завтра, я так думаю, дирекция школы здесь присутствует, по крайней мере, эти кабинеты на сегодняшний день, они приводные, мобильные, покрашенные. Вот, не дожидаясь, я так думаю, мы должны уже дать предложение управлению образованием по следующей мере судьбы, чтобы поселке действительно было, может быть, так, действительно, дополнительное образование. Может быть, где-то, там же кабинетов хватает, целая же школа же. Поэтому здесь можно ее разделить, и как и, будем так говорить, взрослые населения, так и дети дополнительным образованием, где-то, например, какие-то уголки, какие-то кружки открыть. Здесь еще один момент, если уважаю, здесь, если, например, среди молодежи, например, есть государственный соцзаказ. Мы каждый год через отделы внутренней политики, вот, Азбек Астербаев здесь присутствует, через отделы образования проводим, среди общественных объединений, которые, например, в раках, я не знаю, какие-либо мероприятия будут проводить, или те же, например, клуб деловых женщин, например, я не знаю, много так, я просто, что на всхитку признаю, где я говорю, может быть, просто продумать, а вы будете участниками, во-первых, будете выигрывать конкурс, которые за счет государственного сигналования будут разыгрываться, и, пожалуйста, здание вам где-то безвозможное, где-то, например, по установленным арендам, ставкам будут выдаваться на определенные сроки, и это можно, например, и часть бизнеса превратить, и часть, например, за счет бюджетных, например, где-то дополнительно образований, то, что вот женщина говорит, очень правильное, например, предложение. Товарка подумает, а кто окажет, вы все-таки соберите, а мы все-таки еще раз встретимся с местной общественностью, переговорим, и, например, дельное предложение дадим управление образованием. Там, я так думаю, понимание будет. Здесь просто сидеть, гадать, время отнимать тоже нельзя, но предложение я от вас вступлю. Вот по такому пути пошли, вот, допустим, футболисты у нас. Сейчас очень сильно развит у нас футбол, да, и вот от таких деток и выше, то есть они занимаются как раз именно вот по этому пути. То есть их спонсирует, в общем-то, государство, да, и вот они занимаются в Сункаре. И у меня такой вопрос, не вопрос, наверное, а предложение, в общем-то, антикору, прокуратуре прежде всего, в общем-то. Три момента. Дорога, трасса Новопавловка-Кушмурун. Два с половиной года назад 750 миллионов жителей вчера буквально там собирали ключевого. То есть несколько участков дороги убиты уже полностью. Там надо ставить знаки, я вот говорил, и потому что там аварийная ситуация. С чего эта дорога состоит, там непонятно. Там ни щебелки, ничего нет. Хотелось бы, чтобы прокурор обратил на это внимание. За два с половиной года мало двигателей, там же и машин-то, собственно говоря, и она уже в неприглядном состоянии. Сдали они ее или не сдали? Потому что говорят, что кто-то, говорит, они ее не сдавали, не приняли ее, а часть от Кусмуруна, да, не асфальтирована, и часть от ключевого. Это один вопрос. Вот мы говорим про разрез. В следующем году будет 10 лет с момента, когда вырыли тот канал. Вот мы сейчас говорим много, да, правильно, наверное, и так далее. кого только в этом году не было. И хабар показывали, и все там возмущались, и все. Прокуратура, антикор, законность этого. Мы говорим, ищем каких-то предпринимателей, которые будут там наводить порядок. Законно ли это было сделано? Там же уже жутко что творится. Какой Аким там чего сделает? Какие деньги с государства? Вот этот вопрос, законно? Нет, незаконно. Это говорилось. Почему не реагируете? Так же, как и стадион наш, да, вот стадион, я согласен, сейчас не главное, да, но а стадион, как у нас мы его потеряли? Стадион был, трибуны, здания, огорожен. как потеряли? С помощью руководства Оликольского района разместили там заправочную станцию, оттяпа в третью часть. Стадион у нас числится? Числится стадион, да? Но его у нас нет. Прокуратура, законно ли размещение заправочной станции на стадионе медик? Куда делись? Трибуны и так далее. Почему за эти годы Кушмурун, такой населенный пункт, спортсмены замечательные, да? Почему ни разу у нас не было соревнований районных? Как этот самый в этом году проводили? Как так? районных соревнований. Кушмурун нет, а у нас дети хорошие. Вот в субботу будет соревнование, хотели по большому футболу, а негде проводить. И еще последнее. Кушмурун это четыре поселка в Кустанайской области. Один из них Кушмурун. Обратите на его это не село, как порой говорят. четыре пятиэтажки, четырехэтажные, двухэтажные здания много, да? У нас пожарки в 80-х годах. У нас и отношение к Кушмуруну должно быть совсем другое, даже не то, как кого леколит. спасибо. Спасибо. Можно еще один вопрос? Я вас хочу вернуться к вопросу начальных классов. У нас школа большая, да? 600 учеников в этой школе. У нас у начальных классов нет физической культуры, потому что у них нет спортивного зала. да? Вопрос, как сказать, вопрос, может быть, в обнесении каких-то планов или такое предложение, может быть, начальные классы перенести в новую строящуюся школу, которая, может быть, сделать ее не с гос. с языком обучения, а со смешанным, но перенести туда начальные классы, потому что дети выходят в пятый класс, а нормативов они не выполняют, у них не было офисеры четыре года. И не только начальные там. там шкарзал маленький, там маленький шкарзал много. Старшие классы я не знаю, где занимаются, я знаю, что у меня сейчас ребенок занимается начальной класса, и где здраво только тогда, когда нам будет хорошая полоса. Все. А сейчас негде будет. Ну что тут наш? Да, у нас во всех шкарзал 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 это большая школа, у нас во всех школах имеется то, как и спортзал. И этот спортзал у нас полностью с утра до вечера занят. С утра до я в первую, во вторую именно проходят уроки, в учебнике проходят у нас кушки. Секции спортивные. Давайте я урок физкультуру уточню, вопрос, никаких таких не подумали до этого. Потом школы не проводятся. Здесь директор школы есть? Начальная школа класс не уничтожает. Ну, один, да. Директора идет с первого по восьмой это первая смена и первый урок это мой спортзал и дальше до второго по шестой идет директора запланирует никак не могут просто народу там деток много. Хорошо. Они проводят где-то там в классе может быть так знаете и вот то есть не подумайте дайте предложение хорошо пожалуйста вот девушка сидела мама спрашивала и сказала восьмилу вопрос ответ на каждую зиму у нас большая проблема со светом я думаю это немаловажная часть потому что невозможно в прошлую зиму мы же в начале поселка мы сидели два с половиной дня без света вот в нашем веке многие тут про века говорят в нашем веке это ненормально я считаю почему этим вопросом не займется не знаю или начальники я не знаю всех должностей уже который год убьемся чуть-чуть дождь пошел вот недавно это было ливень ветер небольшой ветер свет отключили на 3 часа бураны зимой вообще на 2 дня свет отключают я не знаю у нас говорят в энергоучастке у нас что не хватает монтеров когда нужно выезжать в аварийные места почему не дают никакие тогда ставки или места чтобы чтобы работали люди чтобы не было вот такого на 2 дня это вообще мне кажется монстр когда маленький ребенок я могу за себя сказать это нереально сидеть по 3 дня без света это страшно в Кирове тоже обратите внимание по 3 дня по 3 дня до 2 дня и до 2 дня до 3 дня и до 3 дня и до 3 дня и и обновляется вся электрическая сеть по 3 дня и начальник энергии участка чуть-чуть Ну, объясняю я. Мы Акимову району уже три раза письмо писали, потому что Кушмуранская электросети, она у нас в основной средствах не сидит. У нас в основной средствах сидит от Казанбасы до Сургана. И по штатному расписанию у нас выгодно 8-10 человек на этот участок подхоживает в данный момент. Поэтому этот поселок дало, поэтому мы три раза письмо писали, поэтому сейчас в данный момент мы работаем над этим вопросом. От Казанбасы до Сургана в районном контакте с тем дали, здесь всего лишь 10 человек обслуживает, и эти люди не будут искать, потому что туда деньги не вкладываются. Кушмуранская электросети, не вкладываются. Вот так вот. В основных средствах у нас есть и деньги. Вот. Пожалуйста. У вас обновление каждый год же произведутся? Нет. Сейчас, секундочку. Я еще разговариваю. Это на основных средствах у нас не сидит, а на Кушмуранская вот эта сидит. Мы просто его обслуживали, поставили. Мы уже к Аурикольскому сетевому району обращались, чтобы его забрали. Письмо писали. Акимову району письмо писали. Геннадзору письмо писали, чтобы его забрали. То есть вы обслуживание производите, но сети не ваши? Наши. Мы безвозмездно хотели отдать его. И у нас, согласно, для каждого школьника, который есть, они эти сети передать должны. Железнодорожники этой не должны отходить. Мы должны отходить только вдоль железнодороги, которая у нас находится на системе. Местные сети должны отходить районную. По всему Казахстану это отходит. Только здесь Кушмурни не отходит. Понятно, да? Спасибо. Проблема действительно есть, вместо быть. По этому вопросу мы к президенту КТЖ выезжали на шуководство буквально летом. А по времени у нас было о том, что будут все эти ремонтировать. То, что на балансе есть, я сейчас не могу сказать, но они энерго подают, то есть изымают оплату. Ну, ремонтные их, одна бригада всего лишь, три человека. Перебои по сету, да, перебои по сету постоянные, в принципе. Нет, они же, водители же говорят, что это сети не наши, они просто обслуживают. Да, обслуживают. Но они хотят нам передать, а, соответственно, мы кому передадим. Завтра Форфайт, КЭЦ не возьмет капитальный ремонт. А с ними был разговор? Ну, соответственно, у нас таких объектов очень много. Нет, Форфайт, СКЭЦ, ну, ФорКЭЦ это, ладно, слушайте, Форфайт же не нельзя. Форфайт там был разговор, они категорически отказывают. После капитального ремонта, пожалуйста, мы передадим. А до него капитальный ремонт кто должен ждать? Ну, соответственно, местный спонтонарк. Ну, если она не на счет баланса получается, как я тогда могу без этой деньги? Давайте так, рабочую панельку вы не так ими, я с Дезаконарказовичем с Форфайтом переговорю, потому что, насколько я знаю, сейчас понятно, позицию, как же мы услышали, может быть, где-то дополнительные какие-то нимансы есть, я не могу сейчас этот вопрос только озвучить. Но самое главное, что делать в зиме идет, завтра кто будет обслуживать, кто будет, например, выезжать на порывы, кто будет устранять вот эти порывы. Поэтому я сейчас должна определиться четко. Дайте мне служебную записку, то, что вот по именно повышению этого вопроса как можно. Может быть, соберемся все, потом в узком кругу уже обсудим, как это будем вопрос решать. Ну, понятно, что старые, как говорится, там, переклёсты случаются, провода старые, где-то, может быть, сколды износились, где-то какие-то ресейверы надо менять, я не знаю. Поэтому давайте полностью разберем, как это будет в дальнейшем решать. Это, я так думаю, не одно оборудование, правда, нужно? Ну да. А безброшенности этих сетей, вы понимаете, на 100%? Сколько процентов, по проценту не только? Ничего не вкладывали. Ну, понятно, девочки, я понял, услышал, но, по крайней мере, сейчас не скажу, что это вопрос сегодня или завтра решится. Давайте мы сперва обсудим, кто будет, на чём это балансит, кто это должен, по крайней мере, это же обслуживает, это понятно, но их позиции мы не услышали, они должны дать железнодороги. Если это раньше было, теперь я спрашиваю уже, кто должен это делать, кто должен обновлять, кто эти пары устранят, но пока вопрос открытый остается. Здесь, уважаемые жители, разрешите, я понимаю, что было очень много вопросов, мы всех выслушаем, но здесь хотел бы слово предоставить заместитель прокурора Киро, 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 Киро. Как раз вопрос мошенничества, я так думаю, тоже очень вопрос оптуальный. Многие, к сожалению, наши люди отдаются данному уловку, но я так думаю, Ирландововик сейчас даст разнесение предупрежающей веры. Добрый день, уважаемые шпурунцы, вкратце, в принципе, остановимся. Сегодня мы, в принципе, не собираемся, это сегодня у Акима встреча с вами, и как раз пользуюсь крустью, мы хотели тоже приехать и расчинить право действительную работу по факту прокурорации мошенничества. Главной причиной сегодняшнего собрания стал рост мошенничества, в течение последних нескольких лет резко-мошенничество наблюдается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok